Здравствуйте, уважаемые подписчики. В этом видео я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о депрессии. В этом видео мы разберемся, есть ли у вас депрессия. Конкретно по симптомам, по признакам, по тем проявлениям каждый из вас может сделать вот этот тест и разобраться, есть ли действительно у него депрессия. Мы разберемся, чем лечить депрессию. Какой антидепрессант запрещен из-за высокого риска рака. Что делать, если вы принимаете этот антидепрессант? Чем, конечно же, можно его заменить? Какие еще популярные препараты потенциально могут быть запрещены из-за содержания того или иного вещества, который тоже увеличивает риск онкологии рака? Также, конечно же, я расскажу о травах и о сборах именно для предупреждения депрессии. До начала огромная просьба. Так как 90% из вас смотрят меня регулярно, не подписаны на мой канал. Поставьте сейчас видео на паузу и подпишитесь на канал. Это поможет развитию моего канала. Я буду чаще выходить онлайн, отвечать на ваши вопросы. Так работают алгоритмы Ютуба. Также подписывайтесь на группу в Телеграме. Там рубрика «Ответы на вопросы» и бесплатные консультации. Для тех из вас, у кого плохо работает Ютуб, нет Телеграма, есть сообщество ВКонтакте. Там также выходят мои видео и больше дополнительной информации. Все необходимые ссылки ниже в описании под видео. Поддержите канал. Для тех из вас, кто детально, подробно хочет разобраться во всех этих вопросах, я оставил в описании под видео целый список исследований и ссылочки на исследования. Изучите, и вы сможете дополнить меня в комментариях под видео. Начнем. Депрессия – это заболевание, поражающее мозг. Определенный такой химический дисбаланс в определенных областях мозга, который может вызвать это действительно уже довольно-таки серьезное заболевание. Не стоит игнорировать и не стоит относиться к этому очень так поверхностно и несерьезно. Развею, конечно же, заблуждение. Депрессия – это не черта характера или такой термин испорченного ребенка. Это действительно серьезное заболевание. Симптомы депрессии, они развиваются в течение времени. Это не моментальное какое-то такое состояние. Эти симптомы обычно проявляются в таком пессимистическом настроении и нарушении сна. Постепенно оказывают такое негативное влияние на жизнь человека. И это начинает влиять не только на самого человека, который страдает депрессией, но уже и на окружающих. Депрессия – это не просто состояние, с которым нужно справляться самостоятельно. Это очень важно. Я обращаю внимание на это. Если вы действительно, прослушав это видео, поставите себе самостоятельный диагноз депрессии, не старайтесь лечить это самостоятельно, справляться самостоятельно. Обращайтесь в первую очередь к специалистам. Правильно поставленный диагноз, правильно подобранное лечение – это залог вашего скорейшего выздоровления и хорошего самочувствия. Депрессию лечат именно специалисты. Это и психологи, это и психотерапевты, это психиатры. И, как правило, лечение действительно успешное. Огромный научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге, в котором я также работаю и учился, и защищал кандидатскую, где огромное количество именно специалистов этого профиля ежедневно действительно доказывают, что это состояние лечится, действительно поддается решению в том или ином случае различными путями, действительно различными препаратами, различными практиками в зависимости от той или иной сложности и от той или иной формы депрессии. Депрессия обычно диагностируется в среднем возрасте. Это соответствует где-то вот 30-40 годам, хотя сейчас этот диагноз ставится и раньше. Возрастная категория, если рассматривать такой общий срез, но бывает ввиду тех или иных обстоятельств в жизни, состояния здоровья, других причин, возраст может быть действительно другой. И действительно у женщин депрессия диагностируется чаще, они страдают от депрессии чаще, чем мужчины. Разберемся в основных симптомах депрессии. Действительно это поможет вам разобраться, есть ли у вас действительно депрессия. Если у вас депрессия, и вы действительно имеете те или иные жалобы и симптомы, нужно обратиться к специалисту. А теперь давайте детально посмотрим, что соответствует такому депрессивному состоянию. Пессимистическое такое и мрачное настроение. Действительно пессимистическое такое содержание мыслей. Определенное состояние такого отчаяния. Ощущение беспомощности в своей ситуации, что действительно никто не может помочь. И вот кажется, что выхода решения из сложившейся ситуации нет вообще. Неспособность получать удовольствие от жизни. Чтобы не было в жизни, вокруг вас все хорошо, родные и близкие радуют, семья и дети, братья, родители. Все действительно хорошо. Вам много чего покупают. И вы действительно живете в достатке, не голодаете, у вас нет никаких заболеваний, учитесь хорошо. И казалось бы, причины вообще нет никакой той или иной депрессии. Но она в любом случае есть. И вот это пассивное пессимистическое состояние, когда ничего не радует, и настроения нет, и желания ничего делать нет, оно начинает доминировать, и это состояние охватывает вас в течение уже длительного времени. Наблюдается потеря интереса ко всем аспектам такой повседневной жизни. Ничего не интересует. То, что раньше было хобби, увлечения, учеба и прочее, вообще ничего не интересует. Потеряла всю ценность свою. Нет мотивации что-либо делать. Человек находится в подавленном таком состоянии большую часть дня, и особенно по утрам здесь специфика, что очень сложно себя заставить проснуться, заставить что-либо делать. Возникает такое ощущение пустоты, и во всем может оказаться отсутствие смысла. Также потеря мотивации затрудняет постановку таких целей действительно на будущее, и действительно нет концентрации на них для того, чтобы эти цели, эти задачи вас мотивировали вставать, делать, добиваться. Также могут присутствовать тревога вплоть до страха. Это может возникать, такое чувство внутренней тревоги и напряжения, грустные настроения, может сопровождаться плачем. Некоторые пациенты даже жалуются на то, что не могут плакать. Вплоть до того, что иногда развиваются такие состояния панической атаки, когда хочется вот бежать, прятаться, закрываться, спасаться. Вот, и это действительно требует скорой оперативной помощи. Не стесняйтесь и не бойтесь просить о помощи. Это действительно диагноз, и это действительно серьезная проблема. И чем дольше вы запускаете это состояние, сложнее будет выбраться из этого какими-то легкими простыми путями. Чаще такие настигают воспоминания негативных событий прошлого, и чувство такого сожаления, они действительно могут усиливаться. При депрессии в настоящем таком состоянии, и именно если это действительно пациент с депрессией, такой пациент постоянно чувствует себя никчемным, неполноценным или виноватым. Ему трудно доверять себе и окружающим. И из-за этого очень редко кто обращается за помощью в полноценном таком должном образе, и действительно не всегда хотят обсуждать это состояние. Повышается раздражительность. Раздражают мелочи, казалось бы, какие-то действительно несерьезные проблемы, факторы, которые вас окружают. Может возникать чувство одиночества. Могут возникать такие негативные мысли действительно о будущем, потому что будущего нет, и из-за этого состояния огромная проблема в дальнейшем. Мышление замедляется, что приводит к замедлению и снижению темпа речи. Возникает забывчивость и может ухудшаться внимание. Становится действительно трудно учиться новому. Энергия снижается, человек быстро устает. Часто у пациентов с депрессией трудности с засыпанием. Возможны прерывания сна в течение ночи и просыпания с таким глубоким чувством усталости. Может наблюдаться также снижение аппетита, действительно потеря веса. В запущенных состояниях, наверное, многие из вас в интернете видели эти картинки и такого истощенного человека. Но иногда депрессия может быть и обратной. Такое постоянное ощущение потребность в переедании. Грубо говоря, все свои проблемы, переживания и заболевания заедаете. В тяжелых случаях человек может строить планы по нанесению себе вреда и действительно его себе причинять. Могут быть и другие более тяжелые симптомы, которые действительно уже не только вас настораживают, но и окружающих вас людей, которые действительно уже начинают вам акцентировать и говорить о том, что вам нужно обратиться за помощью. Если у вас есть те или иные признаки, эта картина похожа, и действительно это огромная проблема, напишите мне, напишите врачу, которому вы действительно доверяете. Может быть, по месту жительства сходите в поликлинику. Если есть там хороший человек, хороший специалист, который вас не раз выслушал, который вас понимает. Возможно, вам симпатизирует какой-нибудь специалист в вот этой медицинской телемедицине и помощи онлайн. Поэтому не стесняйтесь хотя бы просто попробовать поговорить об этом. Поговорим немножко о специфике, о разных формах депрессии. И здесь хочу обратить ваше внимание на сезонное расстройство настроения. Сезонное расстройство настроения – еще одно расстройство среди типов депрессии. Это состояние, которое обычно возникает и ощущается с уменьшением, например, солнца, образованием облаков, в зимний период времени, осенние месяцы, как вот сейчас, из-за проблем действительно, что дни становятся короче, меньше солнечных лучей, территория многих стран является эндемической для таких ситуаций, нехватка витамина D, сопутствующие тяжелые заболевания и многое другое. Поскольку это сезонное расстройство, оно не является таким состоянием, которое ощущается постоянно. Сезонное расстройство настроения обычно наблюдается у молодых девушек чаще всего и женщин. Люди с сезонным таким аффективным расстройством зимой и осенью сильно отличаются от тех, кто страдает от него весной и летом. Там тоже немножко есть такая разница. В зимние месяцы они грустные, печальные, такие замкнутые люди, тихие, спокойные. В летние более такие счастливые, возбужденные, энергичные, разговорчивые, активные, ласковые, веселые. Это тоже один из видов таких вот действительно депрессии. И в эти периоды нужно поддерживать организм. Мы поговорим о лечении, мы поговорим о том, как предупреждать эти состояния действительно натуральным, природным путем. Таких видео у меня на канале действительно много, поэтому переходите на канал и смотрите. На многие вопросы я уже также отвечал. Также один из вариантов депрессии – это клиническая депрессия. В отличие от такого сезонного состояния, большое депрессивное расстройство – это самая тяжелая такая депрессия среди всех типов депрессии. Все негативные эмоции ощущаются интенсивно, очень выраженно. К таким чувствам относятся и печаль, и ощущение, собственно, такой неполноценности, никчемности. Эти пациенты определенно такие упрямые, у них ощущение безнадежности, отчаяния, тревоги, такой тотальный пессимизм. Пациенты с клинической такой депрессией вряд ли выздоравливают без лечения. Это очень важно, обращая на это внимание. Поэтому не запускайте свое состояние. Диагностировать и лечить их должны действительно специалисты. Поговорим о причинах развития депрессии. И действительно, вот такое заболевание может развиваться при длительном каком-то сопутствующем соматическом заболевании. То есть у вас есть проблемы, например, с сердцем, есть заболевания печени, заболевания почек. Очень сильно соматизируете, очень сильно переживаете эти заболевания. Депрессия у онкологических раковых пациентов фактически в очень огромном проценте. Это способствует истощению организма. Также причиной депрессии могут быть тяжелые события. В личной жизни, в целом в мире и другие получаются такие травмирующие психику факторы от чисто индивидуальных до общих глобальных. Также способствовать депрессии может различные такие психостимуляторы. Фанально это и алкоголь. Это другие препараты, о которых я на канале не раз рассказывал, что будьте осторожны, принимая их. У вас есть риск развития уже такого психического нарушения. Нехватка солнечного света – одна из причин депрессии, поэтому больше гуляйте, делайте профилактику в зимнее время витамина D, йода, магния. Также проблемы с обменом веществ, именно структур головного мозга, этих процессов. Это может быть, как видите, обмен веществ и на уровне желудочно-кишечного тракта, когда вы банально недополучаете полезные микроэлементы, витамины, минералы и прочее, и это приводит к истощению организма, так и сбой в работе действительно нарушений клеток головного мозга. В некоторых случаях депрессия может возникать без явно выраженной причины. И это тоже нужно действительно иметь в виду, что очень часто, действительно, когда это поставленный диагноз, не всегда доктор может ответить на ваш вопрос и сказать, что именно вот это повлияло на то, что вы страдаете от депрессии. Конечно же, депрессия лечится по-разному, в зависимости от того, какая это форма, насколько выраженный процесс, какие техники более подходят пациенту, разные методики. Это все индивидуально, только врач может это все подобрать. Как правило, препаратом выбора является антидепрессант, который обладает эффектом улучшения настроения, также обладает успокаивающим эффектом, различные седативные, начиная от различных, получается, веществ, биологически активных добавок, трав, сборов, до уже конкретно назначения таких препаратов, которые действительно лечат тяжелые депрессии, позволяют справиться. Это антидепрессанты. Они есть разные, огромное их количество, в зависимости от того же механизма, от степени выраженности, от многих-многих факторов. И сейчас я хочу обратить ваше внимание, когда не стоит принимать антидепрессанты. И почему? В первую очередь, противопоказанием для приемов антидепрессантов является глаукома, заболевание печени, сопровождающий печеночной недостаточностью, почечная недостаточность тяжелой степени, тоже является противопоказанием для приема антидепрессантов, неконтролируемая артериальная гипертензия, то есть, когда это высокое стойкое давление, на это обращаю внимание, потому что это специфика, когда действительно потом справиться с давлением будет еще сложнее, потому что параллельно вот так влияет антидепрессант. Одновременное применение ингибиторов МАО, это целая группа препаратов, поэтому учитывайте это, врачи, когда назначаете пациент, если вы уже принимаете, обсудите с следующим врачом. Также не стоит принимать антидепрессанты одновременно с приемом мощных ингибиторов, ферментов, это такие препараты как флоксамин, ципрофлоксацин, эноксацин. Также не советую принимать антидепрессанты одновременно с сильно действующими препаратами, которые также обладают гепатотоксичностью, то есть, сильным влиянием на, токсичным влиянием на печень. Это нестероидные противовосвалительные. Будьте очень внимательны, потому что, например, тот же немисулит с токсическим воздействием на печень. Кетарол, деклофенак, целый ряд других, которые также влияют. Они все нестероидно-противовосвалительные, губительно влияют на печень. В той или иной степени, но абсолютно все, все те, которые вы знаете, и мелоксикам, и бупрофен, и кетарол, и многие-многие другие. Разделите эти приемы, либо уменьшайте дозировки по возможности, либо, если действительно вот эти, польза будет выше, чем риски, значит, по назначению врача действительно вам будет расписано это лечение. Потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что когда нестероидные противовосвалительные не помогают для оккупирования болевого синдрома, назначаются антидепрессанты, которые также в больших дозировках и длительно принимаются, принимаются комбинации из других препаратов. И действительно, были случаи лекарственного гепатита, пациент просто банально желтеет и теряет клетки печени. Будьте очень внимательны. Если вы назначаете такие сильнодействующие препараты, нестероидные противовосвалительные, антибиотики, гормональные препараты, другие сильнодействующие психотропные препараты, также не забывайте про противоэпилептические препараты, а проверяйте показатели печени, ну и почек в том числе. Также повышенная чувствительность, то есть когда вы действительно не переносите антидепрессанты той или иной группы, той или иной специфики, то есть многим подходят они, а вы попадаете вот в тот малый процент, кому просто не подходит препарат. Будьте очень внимательны. Сейчас хотел остановиться на таком препарате, как долоксетин. Такого европейского производства под коммерческим названием симбалта. Многие, наверное, из вас принимают данный препарат, кто смотрит это видео или будет смотреть это видео. Если ваши знакомые принимают, посоветуйте этот ролик, пусть вас смотрят, потому что мы разберемся в этой специфике. Это современные данные, новая информация. Сейчас хочу акцентировать на это внимание. Долоксетин – это лекарство, которое используется для лечения депрессии, тревоги и хронической боли. Обращаю на это внимание. Он относится к классу препаратов, называемых селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина. Препарат действует за счет увеличения количества серотонина и норадреналина. Это вещества в мозге, которые помогают поддерживать психическое равновесие и останавливать движение болевых симптомов, если так можно сказать. То есть блокирование болевого импульса. Что нам нужно фактически знать? FDA объявило, что более 7000 бутылок антидепрессанта, долоксетина, продаваемый под торговым названием маркой «Симбалка», были отозваны. Лекарство содержит потенциально канцерогенное вещество. Это вещество, которое увеличивает риски онкологии рака. Это вещество называется N-нитроза долоксетин. По данным вот этой его компании Food and Drug Administration, то есть это управление по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов, тысячи флаконов антидепрессанта долоксетина были отозваны. Существует опасение, что воздействует этот препарат, именно нитрозоаминосодержащие соединения, они увеличивают риск развития рака, онкологии у человека. Хотя некоторые нитрозамины не оказывают вредного воздействия на здоровье, воздействия на человека, вот этих вот других соединений нитрозамина, связанных с повышенным риском развития онкологии, рака, особенно когда, получается, люди подвергаются воздействию этих соединений в высоких дозировках или в течение длительного времени, длительного периода. А назначение антидепрессантов, оно всегда длительное. Потому что проявлять себя антидепрессант уже не просто с таким сидирующим, успокаивающим снотворным эффектом, а именно с антидепрессивным эффектом только к месяцу начинает. И вот эти нитрозамины, это химические вещества, которые могут содержаться в различных продуктах питания, в той же питьевой воде, в косметике, в табачных изделиях. Поэтому будьте очень внимательны. Это специфика, что такие, получается, вещества действительно способны вызывать онкологию. Поэтому, если они найдены, если вы принимаете симбалту, значит, нужно остановить прием препарата, делать это плавно, не бросать резко препарат, потому что есть риск побочных эффектов обродиться к лечащему врачу для замены на другой антидепрессант. Далее видео будет целиком на моем бусте канале. Оплата там стоимость действительно символическая. Переходите, смотрите видео целиком. Мы рассмотрим следующие вопросы. Что делать? Чем заменить? Какие еще популярные препараты потенциально могут быть запрещены? Действительно, разберемся, какие травы и какие сборы предупреждают депрессию. Продолжение следует...